Неоднозначный февраль. Для Керчи он прошел на контрастах между желанием мира и желанием отстоять свои права и интересы. Между желанием стабильности и желанием перемен. Между своими бытовыми заботами и тревогой за судьбу страны. Начало февраля, однако, еще не вселяло серьезных опасений за будущее. Царила неопределенность, звучали неоднозначные высказывания, взаимные обвинения и лишь изредка, но уже звучало опасение. Провокации могут создать угрозу целостности страны. Хотя об этом тогда думали меньше всего. Ждали решений от правительства, от тогда еще действующего президента Украины. Но решений не было. Зато было много вопросов. Под вопросом оставалась амнистия участников Евромайдана. Украинские регионалы, тогда еще надеявшиеся сохранить власть, осознавали растущую угрозу. Не столько для страны, сколько для депутатского мандата. Решался вопрос о возвращении Конституции 2004 года. Пока был мир. Майдан сам организовывался, шел десятый день захвата украинского дома. Страна заговорила о введении чрезвычайного положения. Со своей стороны протестующие требовали устранения коррупции в армейских рядах. Страна будто бы жила двумя параллельными, еще не слившимися в одно целое с жизнями. Своей и Киева. Две реальности существовали одновременно. Тот факт, что протестующие неоднократно выдвигали ряд проукраинских требований, породил беспокойство в русскоязычных регионах. В Крыму стали создавать антифашистские штабы. Впрочем, в Керчьих политическим проблемам подмешивались местные. Неожиданно на город налетела стихия. Похолодание поначалу не обещало ничего серьезного. Но ухудшение погодных условий, сильнейшие ветры стали причиной объявления в Крыму режима чрезвычайной ситуации. В Керчи оперативно создали соответствующий штаб, который ежедневно решал множество возникающих вопросов. Несколько дней из-за выхода из строя основной 200-киловольтной линии Керчь питала 100-киловольтная линия Ленинского района. Такой режим отразился на пользователях керчане, наблюдали перепады электроснабжения, а отдаленные районы по несколько дней были без света. Тем не менее, вовремя принятое решение объединить все городские силы помогло оперативнее справляться со всеми неполадками. И самое главное, не допустить остановки котельных и разморозки сетей. Ни одна школа города не осталась в эти дни без отопления, хотя для детей и объявили внеплановые каникулы. Городские коммуникации выстояли, а вот некоторым керчанам пришлось не сладко. Ужасный гололед обернулся массовым травматизмом. Медики отмечали, за последние годы такое впервые. Травматологическое отделение было переполнено тяжелыми больными, требующими оперативного вмешательства. Медики были переведены на усиленный режим работы. С потеплением и спадом ветров занятия в школах возобновили. У старшеклассников впереди было внешнее независимое оценивание знаний. Кроме того, в городе прошел традиционный конкурс юных театралов школьные подмостки. Киеве же неделя завершилась очередным призывом прийти на Народное вече. Еще больше разногласия между жителями восточных и западных регионов порождали взаимные подозрения. Во всех пытались разглядеть то тетушек, то националистов, то провокаторов. Все сложнее было разобраться, где правда, а где ложь. Особенно с учетом того, что власть не могла разрешить возникшую проблему. Все сложнее было понять, где грань между оправданной и неоправданной агрессией. Да и может ли быть агрессия оправданной? Какая цель способна оправдать крайние меры? И что будет завтра? Новая неделя принесла потепление. Баррикады на площади независимости стали таять, а вот отношения между сторонами напротив уходили в минус. Правый сектор заявил о возможности активных действий в ближайшем будущем и еще раз напомнил, что главной целью видят ликвидацию нынешнего правительства. Однако в целом требования оставались не до конца определенными. Становилось очевидным, украинская революция затянулась и вместо диалога помалу растет напряжение. А народ тем временем просто хотел лучшей жизни. Общая напряженность в стране стала сказываться на экономике. 5 февраля межбанковский рынок открылся котировками 9,5 гривен за доллар. Украина, которая в общем-то уже готова была к падению гривны, все же осталась шокированной. Стали ждать действий от Национального банка Украины и действия последовали. Курс стабилизировали искусственным путем. Глава Нацбанка обратился к стране и вел своего рода чрезвычайное положение на валютном рынке. Поползли слухи о том, что в банках нет валюты. Паника заставила предпринимателей каждые несколько дней менять цены. Тем временем приближались праздники. День Святого Валентина и традиционное чествование победителей рейтинга достижений «Золотой грифон», а также памятная дата. В Керче торжественной обстановке отметили юбилейную годовщину вывода советских войск из Афганистана. Состоялось возложение цветов в сквере воинов-интернационалистов. Отдать дань памяти тем, кто не вернулся из горячих точек, пришли керчане всех поколений. По традиции в этот день состоялась встреча городского головы с членами семей погибших воинов-афганцев и воинов-интернационалистов. Во время встречи мэр пообещал построить для ветеранов-афганцев новый дом. Свой собственный небольшой праздник отметила администрация портов. 13 февраля исполнилось ровно 8 месяцев с момента разделения Керченского морского торгового порта на два предприятия – торговый порт и керченский филиал государственного предприятия администрация портов Украины. При этом удалось сохранить мощности предприятия и его потенциал. День влюбленных в городском ЗАГСе особым ажиотажем не отличился. Тем не менее, в этот символический праздник свой союз зарегистрировали 11 пар. День влюбленных по традиции отметили и балом-карнавалом. На сей раз название самой талантливой и романтичной парой претендовало 8 команд. Свои романтичные истории конкурсанты представили в форме театрализации знаменитых фильмов о любви. 14 февраля наградили и победителей рейтинга достижений «Золотой грифон». Статуэтки и дипломы получили победители в 12 номинациях. Очередную радостную весть в Керчь привезли представители делегации, приехавшие в город, чтобы обсудить строительство моста через Керченский пролив. В состав вошли украинские, российские проектировщики и архитекторы. В городском совете состоялась небольшая рабочая встреча с представителями местной администрации. В Киеве неделя началась относительно спокойно. 17 февраля вступил в силу закон об амнистии. Казалось, ничего не предвещало беды. Однако уже 20 числа начались попытки углубить прорыв к административным зданиям. Главная трагедия разыгралась 21 февраля. Крики, заявления, обвинения прервали выстрелы. И следующее, что почувствовала страна – это боль. Боль матерей, слезы родителей, родных и близких. Жуткие кадры, демонстрирующие еще не остывшие тела, повергли страну в шок. И наступило молчание по обе стороны баррикад. Вместе с пониманием разрушительной силы войны, осознанием беды пришла тревога. Тревога, что война придет и в наш дом. Естественно, пугают дестабилизацию обстановки, сепаратистские настроения. Мы так говорим. Как-таки от кого не исходят? Неопределенность. Не хочется какого-то силового отделения Крыма, которым сейчас кричат. Что не будет стабильности, зарплат не будет, пенсии. Вот этого боятся. Они вот сюда хотят сделать здесь тоже шабаш, то, что и в Киеве. Кто? Ну, кто? Радикалы. То есть керчане? А керчане будут сопротивляться, ясное дело. Боятся войны. Тут не было напряженности. Жить нормально, спокойно. За какие-то два месяца получалось то, что никто не ожидал. Патегорически против такого произвола. Все боятся гражданской войны. Войны просто глупо не боятся. Незащищенность, конечно, погодит. Хотелось бы, чтобы все-таки жили спокойствие в мире. И все можно решить мирным путем. Все можно решать, разговаривая, без военных действий. Пусть эти люди, которые сейчас дестабилизируют обстановку в стране, в том числе и в Крыму, куда-то там хотят, что-то там срывают, в первую очередь послушают мнение стран мирового сообщества, а потом уже свои личные амбиции, фантазии. В общем-то, власти должны тоже прислушиваться к мнению народа. Иначе вот этот Майдан не закончится никогда. Следите ли вы за ситуацией в стране? Конечно. Мы живем здесь, поэтому следим. И как вы расцениваете? Очень сложно, честно говоря. И противоречиво. И ту сторону, и ту сторону. Понять тут очень тяжело. Поэтому, конечно, менять стране надо. Не зря президента отправили в отставку. Но нужно очень аккуратно ко всему подходить и взвешенно, и не допускать, что победила одна сторона. Или Запад, или Восток. Но Восток, к сожалению, у нас очень пассивный. Поэтому нужно не допустить, чтобы победил Запад. Хотелось бы, чтобы прислушались к мнению Востока, потому что почему-то Восток у нас в стороне остался. И тем не менее, хочется, чтобы все было очень мирно. Пока российский войска здесь переживать не надо. Все будет спокойно. А вот вы слышали о референдуме на 30 марта? Слушала. Ну, как вы считаете, это может расставить с точки над ИМ? Ну, конечно. Как вы расцениваете вообще обстановку сегодняшнюю? Да, что ходил. Это очень тревожная обстановка, и нас это не радует. В России все-таки не надо так нагло вот лезть и качать права в Украине. Ну, а как вы считаете, возможно ли скоро разрешение конфликта между Крымом? Мы думаем, да, что победит здравый смысл. Толпа распяла Иисуса Христа. Поэтому толпу я не признаю никогда. Да как же так можно сталкивать два народа? Да Крым во все время был украинский. Крым – это исконно русские земли, завоеванные Петром. И мы здесь русские, мы должны жить в России. А вот вы слышали ли вы о референдуме? Слышала, слышала, да. Будем только за Россию голосовать. Только за Россию. Вы посмотрите, весь Восток поднялся, Юго-Восток. Кто пришел к власти? Бандеры и нацисты. Как вы считаете, возможно ли решение конфликта между Крымом и Украиной? Нет, никогда. Никогда этого уже не будет. Если уже допекли народ, что народ поднялся, то какой может быть положительный вопрос решен? Вот вообще, что пугает? На какой исход рассчитываете? Рассчитываю, что мы перейдем в состав России. А сейчас что-то пугает? А сейчас нет. Раз русские здесь, значит будет тишина. Казаки ходят, гуляют, охраняют наш покой. Дети свободно гуляют. Мы гуляем, старики. Мы против Майдана однозначно. Я считаю, что славянские народы должны жить дружно. И никакой расовой дискриминации по расовым признакам. И с татарами дружно тоже живем. Так что против агрессии. Но за Россию. Спор идет геополитический. Здесь спор не о том, там хохлы, не хохлы. Спор геополитический. Эти тянут в Европу, мы не хотим туда. Потому что наши семьи, браки, все завязано с Россией. Вот. Братья наши там. Если те хотят туда, пусть туда, как говорится, и флаг им в руки. А что пугает? На какой исход вы рассчитываете? Ну, гражданская война, наверное. Следите ли вы за ситуацией в стране? Да. И вообще оценка ваша? Мы лично за Россию. Почему? Ну, там власть меня не устраивает, которая себя задает. Понадежнее. Россия понадежнее. Ваша оценка всему происходящему сегодня? Ну, тревожно. Нам надо, чтобы постабильнее было как-то. Потому что очень тревожно. Февраль был отмечен несколькими символичными датами. Юбилеем присоединения к Украине Днем Автономии, Днем Защитника Отечества. 23-я страна встретила в трауре. Еще раз нам пришлось задуматься о том, что такое защита Родины. Что такое Родина вообще? Какую землю мы считаем таковой? Какие идеалы признаем? Кому верим? Чьи слова принимаем за чистую монету?